Ребятушки, всем привет! Всех-всех вас целую! Люблю до луны и обратно! В общем, ребятки, с праздником! Сегодня большой, великий праздник, праздник Пасхи! На канале у нас и мусульмане есть, и христиане есть, это как минимум. Есть же также еще и другие религии, но вот большинство, и христиане, и мусульмане, всех любим, всех уважаем, уважаем все праздники, и мусульманские, и христианские. И всех христиан поздравляю с этим светлым праздником. Конечно же, желаю, ну вот как своей семье, что мы желаем? Счастья, здоровья, мира, добра, чтобы никто не болел, не было никаких катаклизмов, не было никакой войны. В общем, это мы все, это обычные желания любого человека. И я вам тоже этого, ребятки, желаю, всех с праздником, всем всего хорошего. И в общем, у нас сейчас вот утро, мы все проснулись, накрываем на стул, завтракаем, ну и продолжаем, ребятки, этот день. Всем доброе утро, всех православных христиан поздравляю с праздником Пасхи, с окончанием поста. У нас пока еще поста, несколько дней еще осталось, вот, присоединяюсь ко всем поздравлениям, мир вам, вашему дому, вашим близким, светлый праздник. Да. Так что, ребятки, вот так, опять вернулся наш, заблудшая душа наша, смотрите, опять его, Эдик, нашел, принес, сейчас откормили все, сейчас отсыпается, опять его долго не было, ну, вот. В этот раз много, да, долго не было. А ты его, он даже не пришел, а в вагончик, Эдик, нашел его около двора, вагончик, он остается. А я теперь не пошел, я за пенопластом пошел. Бедолага, а, бедолага. Опять подраты весь побитые, ну, специи, пайся, отъедайся. Давайте это фукорцином вот эту. Ну, сейчас опять намажем. Ну, мне кажется, вот из-за этого фукорцина намажем то зеленкой, то фукорцином, и он вот с этим пятном ходит заметным, его еще больше дерут из-за этих пятен. Ребятушки, всем привет, всех вас целую, люблю до луны и обратно. Ну, в общем, ребятки, хочу вам показать этот процесс. Делаю это в первый раз, то есть делаю кирамису. Это у меня печенье савоярги. Это у меня кофе, куда я макаю вот эти печенья, чтобы они, ну, мягкие были. И первый раз, девочки, взбила вот такой вот крем. Крем у меня, что здесь в этом креме? Я купила вот такие вот сливки для взбивания 33%. Покупала в Леньке. Там была большая пачка и была вот такая вот пачка. Но я думаю, на пробу возьму пока маленькую. Ну, в принципе, тут и с маленькой вот сколько вышло. И что у меня в этом креме? Я сначала думала, сделаю, получится, не получится. У меня даже сначала сливки. Мне показалось, что они взбиваются и жидкие, и жидкие. Оказывается, надо было чуть-чуть дольше взбивать. Вот, в общем, здесь у меня сахарная пудра 150 грамм. Здесь у меня творожный сыр. Обычный творожный сыр, что сейчас продают. И я творожный сыр взбила с сахарной пудрой. И уже туда же добавила сливки и продолжила взбивать дальше. И, в общем, 3 минуты и вот такой вот хороший, пушистый, вот такой вот прям густой, хороший крем. И, в общем, первый слой я уложила. Теперь я выкладываю сюда этот крем. Я, наверное, на два слоя сделаю. Не буду я лучше пускай, но будет этот на два слоя. Мне кажется, будет нормально. Я давно уже хотела, мне Лена, моя подписчица, она мне советовала сделать, но покупала я один раз печенье с авоярди. Мы его съели. Потом я покупала сыр, сыр съели. Потом это было, того не было. Те ингредиенты были, этих ингредиентов не было. Ну, и, в общем, сейчас все ингредиенты как бы есть. И вот мы решили сделать. Как раз дети завтра дома, как раз завтра выходной, плюс завтра еще и Пасха. Вот, тут сейчас кинулись какао у нас. Нету, послали комусь, я купила она какао. Так. Ну, в общем, первый слой смазали. И все. Я, девчата, окунаю дальше печеньки в кофе. Кофе я сделала не сладкий, без сахара. Я, девчата, отказалась от сахара. И я очень бы хотела бы, конечно же, попробовать хотя бы ложечку, что это получится за тортик такой вкусный. Ну, наверное, я попробую. И все. И опять включаюсь в режим без сахара. Все. Выкладываю второй слой печеньки. Вот эти. В общем, вот так вот я смачиваю. Конечно, девчата, без всяких перчаток, без всех вот этих вот выпендрежек. Смачиваю вот так. И уже положу. Те я так ложила, эти буду теперь вот так вот ложить. Второй слой. Так. Ну, все, ребятки. Второй слой уложили. Смазали кремом. Кремом прям тут вообще более чем достаточно. И теперь какао. Сейчас все это дело посыпем какао. Я покупала кирамидзу порционов таких вот стаканчиков прозрачных. А это ж можно и дома, и в стаканчиках сделать. И порционно можно сделать. Так. И сейчас мы это дело все засыпем какао. Так. В общем, вот такая вот красота у нас получилась. Что на вкус? Ну, на вкус, наверное, же должно быть вкусно. Что-то может быть невкусного. Все, ребятки, убираем в холодильник. До завтра. Можно, конечно, фигурки там было бы, что-нибудь потом какао посыпать. Ну, ладно. Это наш, как говорится, экспериментальный тортик. Так, ребятки, а Эдик не угомонится. Вот это с утра. Мы там еще и в город сегодня ездили. Ну, вот вчерашнее видео я показывала. Только приехали, он тут же подскочил, поел и бегом вот это засыпать. Засыпать Тимура не трогает, потому что суббота. Тимур рано. У него сегодня подъем ранний был. По субботам он в 4 утра встает. Тимура не трогает. Говорит, пускай отдыхает. Говорит, отдохнет завтра, будет помогать. И этот, и в общем засыпал, видите, площадку, это уже готово, ну, готовим под заливку. И завтра с Тимуром они будут у нас куски. Под какую заливку? Сейчас я первый слой просыпал. Для чего? Для того, чтобы у нас пенопласты уже остались. Пеноплекс там, да. От холодильников там, от всего я их вот так пособирал. Эдик, говори громче, жалуются, тебя не слышат. И вот эти запакуем куски пенопластов. И уже сверху, опять уже, чтобы они ровно легли, эти пенопласты, чтобы они не прыгали. Да. И опять вот этим засыпьте, но залить навряд ли вы успеете, если что, туда вместе будем заливать. Да что тут? Мы как фундамент лилии, это вообще ерунда. Тут дня работают. Ну. Каких предметов? Два часа. Девчата, читаю такие комментарии, что пишите этот. Вот, все строите, вам не надоело. Че вы, мол, дети ваши разъедутся и будете сами тут куковать и все в таком духе. Ну так, если вот пессимистично рассуждать, тогда и не жить, и ничего. Почему и строимся, еще дети не разъехались, понимаете? Еще с этого двора детей надо будет и женить, и замуж отдавать с этого двора. И как потом, это ж не пять человек тебе придет, правильно ж? Этот, где людей разместить, где этот, ну вообще, да и вообще, так рассуждать, мол, дети уедут. А может не уедут, может быть, в смысле, все может повернуться, бывает, все. Внуки еще, наверное. Ну, еще ж внуки будут, еще этот, все может вообще обернуться просто, как ты даже и не ожидаешь. Вот, я, конечно, детей здесь держать не буду, чтобы там, Тимур, ты смотри, только тут женись, только тут сюда жену приводи, только сюда свою семью приводи. Где ему будет хорошо, там он пускай и живет. Придет время, не сын будет жить, может быть, какой-нибудь из внуков будет жить. Поэтому, если так рассуждать, мол, тогда вообще не стоит ничего делать. А стройка, это уже наш, как образ жизни. Я, наверное, не представляю, ну, в смысле, у нас не было такого, чтобы мы не, мы все время что-то строимся, строимся, строимся. Вот, и уже, наверное, по-другому мы себе это не представляем. Потом также еще тоже комментарий кто-то написал. Понастроили ларьков, ларьков базарных. Ну, допустим, пускай ларьков. Ну, вот, что настроили, то настроили. Вот. Не все ж в одном доме должно быть, правильно? У тебя, вот, это, допустим, мангальная зона будет. Там у нас сарай, а представьте, если бы их не было. Вот это все барахло, где, в доме, что ли, хранить? Вот. Там летняя кухня. Это в порядке, в смысле, нормально. Это в порядке вещей, вот. Ларьки, это как хотите, там, считайте. Мы это все делаем. У нас, да, у нас тут вообще можно. О-о-о, еще до горы все найти. Вот, поэтому это наши фантазии, наши желания. Пока мы это, как говорят, для детей, там, пока мы еще и делаем для себя. Мы еще пока в расцвете сил, мы тоже хотим жить, мы хотим этим всем пользоваться. Мы хотим не только для детей, мы сами хотим сидеть в этой мангальной зоне, правильно? Со своими детьми потом, со своими внуками, со своими зетьями, со своими невестками. Да, поэтому мы все это и делаем. И плюс еще, вот я же говорю, нам с этого двора троих детей женить, замуж отдавать. А если так рассуждать, то... Что, что-то не строится, что ли? Миллионы расселян строятся? У нас тут в ауле все строятся, я не знаю, здесь, наверное... Несмотря на, этот, какие бы цены на стройматериал, что ж теперь? У нас туда... Если вещи дорогие, что ж теперь, не одеваться, что ли? Ну, дорогие можно по-разному понимать. Если, этот, еда, там, дорогая, что ж теперь не есть, что ли? Да, в ауле все строятся и все под это готовятся, что вот у кого дети, до кого... В каждом дворе дети, что у кого-то свадьбы будут, у кого-то, то, у кого-то те события, те события будут. Поэтому... У нас скоро свадьбы намечаются. Ну, как свадьбы... Моя племянница вот через два-три месяца замуж будет. Тоже готовятся, тоже ремонты, перевороты, все, все это, да. Поэтому и мы потихоньку готовимся. А как там оно будет, кто здесь будет жить? Пока мы это все делаем для себя. Для себя благоустраиваем и старость свою, и чтобы нам удобно было, чтобы и все коммуникации у нас были, и чтобы потом вот в старости, когда ты уже не можешь этого всего делать, да, вот, потом уже поздно, да, как бы глазами бы ты сделал, а сил у тебя уже на это все нет. А сейчас пока... Да, а сейчас пока силы есть, слава богу, фантазии есть, насколько возможно это что-то делать, настолько и будем делать. Вот, кто думал про вот эту мангальную зону? Она вообще вот вылезла вот буквально там месяц, месяц назад. Мы вообще даже... А по большому счету, что она мангальная? Тут только мангра будет стоять, в основном все будет заставлено столами, стульями там. Ну вот, я говорю, вот эта стройка образовалась. Тут начали это, тут давай, а забор? А как вот этот забор можно оставить? Вот она сетка, она повалилась, она этот, наклонилась, а как его можно... Это же все равно надо делать. А если так рассуждать, ну и пускай валится, да, ну и пускай этот... Нет, мы, мы, этот... От стройки, говорят, вы устали или нет? Ну, как устали? Ну, я даже не знаю, что бы делать без стройки. Что нам где-то делать? Ну, я же говорю, стройка уже как наш образ жизни. Да и у многих здесь так, здесь все, что такая вот, только весна, все, пошли, кто навесы кроет, кто плитку ложит, кто ступеньки облагораживает, кто дворы облагораживает. И, можно сказать, в каждом дворе, да и по всей... Да и это везде, не только здесь, это везде так, да. Вот в Кропоткин тоже приезжаю, ага, смотрю, там что-то в частных домах, те что-то сделали, эти что-то, те что-то обновили, те что-то по-новому сделали. Ну, это жизнь такая, что тут сделаешь? Так что вот так. Вот поэтому и строимся. Вот смотрите, вот этот двор наш задний, вот на что он похож? Вот представьте даже вот, да, сегодняшний, завтрашний день. Кто-то все, выходит у нас замуж там или женится. Как вот сюда можно, что, как вот сюда привезти людей? Ничего не благоустроено, ни постоять, ни посидеть, ни ничего, ни этот сказать, что они вообще всю жизнь... Стою, да, вот сейчас об камне спотыкаюсь этот. Все они всю жизнь делали. Землю сюда засыпать. Наверное, тоже будем со временем думать. Это, видите, еще то, что... Почему мы вот это... Потому что Эдик сам строитель. Если вот это все нанять, абсолютно все, это, я не знаю, это нам жизни точно, одной жизни нам точно не хватило бы, если бы мы кого-то нанимали. А люди еще мало того, и материал покупают, и нанимают. А нанимать стоит сейчас, если не сравни, ну, наравне с материалом, как бы не дороже, да. Ну, как бы материал только работает, а у нас еще здесь мастеров так особо, прям вот, чтобы ты там еще перебирал там носом, да, у нас так нету. Потому что это аул. С города уже люди приезжают, если сюда, представьте, 50 километров каждый день ехать. Здесь и цена уже абсолютно другая. А местных мастеров, там, того же сварщика, если он здесь есть у нас, найди. Да его днем с огнем не сыщешь. У него там такие очереди, у этого сварщика там, или у кого-то еще. Так что, насколько сил хватит, настолько и будем строиться. Ну, а что вот сейчас, что бы делать? Лежать на диване, я не знаю, вот Эдику. Что ему сейчас, лежать? Тут работа, непочатый край, да. У нас пока время есть еще, слава богу, еще дети пока учатся. А бывает, вот люди вот так сидят, сидят, а потом уже, вот уже, когда жареный петух углянул, вот сын пришел, сказал, я женюсь. И они там в течение месяца стараются, пытаются изменить все то, что они не делали всю жизнь. Такие примеры тоже есть. Мы тоже не дурачки, что же смотрим, тоже сопоставляем что-то для себя. А за месяц, что ты сделаешь, когда ты всю жизнь ничего не делал. Так что... Пока есть здоровье. Да, надо двигаться. Есть возможность, лучше сейчас это сделать. Да. Не переносить это все. И думай, это поздно все делаем. Мы у нас на Кавказе такой менталитет. Гости пришли к тебе люди, ты их должен достойно встретить, посадить, чтобы были места, куда-то посадить. разделить. Да. В конце концов, по возрастам пополам. Да. У нас, у сельских жителей, больше уходит... Мы больше страдаем от ценовой политики вообще в стране и в частности в конкретном регионе. То есть, то, что в городе стоит два рубля, допустим, у нас стоит... Когда ты привезешь, да, пока это доставка будет. И еще это доставка. Да. Мы, мы сельские жители, больше подвержены, вот... Мы... Не то, что мы страдаем, но у нас уже... Бюджет уже у нас подкашивается. И все равно, несмотря на все это, мы все равно это делаем. А как... И все делают, все, да. Так что, ребятки, вот такие вот дела. Как хотите нас, так и понимаете. Мы... У нас такая точка зрения. Да. Подумали уже как. Да. Поэтому потихоньку будем осваивать. В этом году что-то сделаем. Да. Следующий год еще что-то сделаем. Сейчас год почувствуем. Понятно? Вот три года каналу, вы же сами видите, все три года мы что-то делаем. А еще конца и края просто нет. А как все бросить? И не бросишь. Надо же докончить, что ты начал делать. Ну, наверное, все и не докончишь, но хотя бы, мне кажется, и не докончишь, да. Жизни не хватит докончить. В 80 лет будет, все равно что-то найдешь. А вот здесь есть тоже, у Эдика приезжают там, да, допустим, ну, знакомые какие-то дедульки. Вот ему 80 лет, допустим. А у него, вы понимаете, у него еще планов. Он там, ага, вот это я купил, вот это мне надо положить, тут мне надо залить, тут мне надо доделать, тут мне надо туалет еще один построить, тут мне надо этот. Вот представьте, ему 80 лет, а он еще до сих пор не угомонится, а он еще строится. А еще наши какие годы? Дай Бог. Чтобы мы 80 лет тоже так думали, да, решились на какие-нибудь кардинальные изменения. И вот вроде думаешь, что тебе надо? У тебя все есть, тебе 80 лет, есть уже туалет теплый, у тебя все, нет, ему еще один надо, чтобы вот он там, допустим, для гостей, да, не стеснял кого-то, ну, в общем, вот так вот. Поэтому стройка это как образ жизни. В конце концов, это все останется своим. Пускай, да, пускай не сыну, захочет он где, я его не буду там, ты смотри, женись, невесту только сюда приводи, только этот. Зачем? Мы туда лезть не будем, где ему будет хорошо. Захочет он в городе, в квартире жить, пускай ради Бога живет, если ему там будет комфортно и хорошо. Когда-нибудь придет время такое, что либо он вернется сюда, либо его сын вернется сюда, кто-то здесь из своих, из родных будет жить. Вот кто бы думал, что вот Эдик, это вообще дядин был дом, вот он племянник. Кто вообще думал, там, допустим, 40 лет назад, да, что, ну, вот кто, а у дяди не было детей. Кто вообще предполагал, что кто-то здесь будет жить? Вот тебе, пожалуйста, родной племянник приехал, живет и дальше продолжает строить этот дом там, да. В этом дворе вырос, родился, вырос, воспитывался. Ну, и никаких предпосылов не было, там, 20-30 лет назад, что ты приедешь сюда. Лет 15 назад точно не было. Да. Как минимум 15 лет назад. И вот двор никуда не ушел, все живет, родной человек, все продолжается, все, двор, строится, двор, так же и у нас, наверное, это произойдет. Вот. Где вот девчата замуж повыходят, так что... Все равно же, хоть и замуж будут, они все равно же сюда будут. Ну, да, в родительский дом. Приятнее же будет приезжать в дом, где... А? Ну, все равно благоустроенный двор, да, двор, дом, нежели там этот... Поэтому и строимся. Мы об этом не думаем. Кто тут будет, что тут будет. Пока делаем для себя. Для себя, для своих детей, а там дальше видно будет. Так, ребятки, а у нас вот тут что? Всем привет. Привет, привет. Окрошку режем, да? Дружненько. Дети режут окрошку, а я поставила жариться мясо. Сейчас быстренько все приготовим. Окрошка у нас с колбасой. Ну, и все как по стандарту. Яйца, картошка, зелень. Так, в общем, ребятки, яйца покрасила. Интересная такая краска. В общем, надо было просто мазать. Ничего никуда окунать не надо. Никаких баночек, скляночек, водички. Просто в пакетики выдавливаешь. Ну, правда, вот. Уже посуду помыла, а руки не отмываются. И, в общем, я не знаю, что теперь делать. Я начала это дело все делать в перчатках. Перчатка, конечно же, порвалась. Все это дело просочилось. Ну, в общем, я не знаю, белизной, может, или лимоном потру. Может быть, от лимона отойдет. Ну, в общем, окрошка готова. Дети нарезали полностью от и до. А заправлять уже буду я. В общем, это у нас сметана. Я всегда, я знаю, что окрошку кто как делает, кто как любит, кто на квасе, кто как мы, только сметана, лимонка, все, больше никакие, другие, другую окрошку не признаем. У каждого, видите, я знаю, что кому-то на квасе вкусно, кому-то на сыворотке, кому на иране, никому на чем. У нас идет вода, вот здесь ведерко сметаны. И добавляю сейчас сюда соль. Это дело, конечно же, все до завтра постоит. И соль, все это разойдется. Уже завтра будем пробовать. Если чего-то не хватает, добавим. Так, это соль и лимонная кислота. Лимонная кислота. Кто-то вот прям с магазина покупает квас и вот просто нарезали и в тарелку себе добавляют. Я понимаю, для этого человека может быть это вкусно. Для меня нет. Для кого-то моя окрошка скажет, боже мой, что это за... что это такое, что за заправка такая. А для меня, вот когда я увидела, что обычный квас там, очаковки добавляют в тарелку, едят, но для меня это все равно сильно, что кока-колой залить все эти ингредиенты и есть. Все. Лимонку добавила, соль добавила. Это все дело за ночь разойдется раз этот и завтра попробуем и чего не хватит мы добавим. Девчата, эта кастрюля 8 литров. Мне аж даже страшно, куда мы ее съедим. Ну, конечно же, завтра я половину отдам детям. Завтра они с вечера, я не знаю, Эдик их повезет или на маршрутке поедут. Ну, конечно, желательно было бы, чтобы Эдик отвез. Сейчас окрошку буду их накормить завтра, вот и до. И плюс с собой отдам. Ну, в смысле, столько много не оставлю. Тортик тоже дам. Ну и все, у нас все готово. Мясо у меня там сейчас. Мясо приготовится. И за это время сейчас пока уберемся, посуду все домоем. И все. И вот так вот мы готовы к Пасхе. Я, девочки, христианка. Эдик мусульманин. Вы сами прекрасно знаете. Все праздники мы чтим. И христианские, и мусульманские. Нам это не мешает жарить лакумы, красить яйца абсолютно никак. Абсолютно никак. Сколько лет, наверное, мы бы, наверное, столько лет в браке не были бы, если бы нам это мешало как-то. Чтим все праздники, и уважаем все праздники. И христианские, и мусульманские. Все. Убираю в холодильник. В общем, детишки не выдержали до завтра. Они говорят, а мы сейчас будем. Я говорю, да ради Бога. Ну что, как там? Соль. Все нормально? И соль, и моль. Но еще не разошлась соль. О, Кама пришла. Кама, ты будешь окрошку? А? Нет? Не будешь? Сегодня Пасха? Нет, завтра. Завтра. Красивые? А Камила по пасочке, да? По куличику. Вкусный куличик. Нравится? Она говорит, можно? А я говорю, а что нельзя? Мы их столько набрали. Конечно, можно. И вы тоже поедите с чаем. Ешьте. Все, а то высохнут потом. А? Маленький, средний, большой. Да, самый большой. Тоже с собой возьмете завтра. Отдадим им или не отдадим? Отдадим самый большой. Самый большой отдадим? Хорошо. Видите, как она вас любит. В общем, пасхи попробовали. В общем, я брала с рынка. С рынка 3 или 4 штуки я взяла. Вот это у нас с рынка. Это домашнее производство. В общем, это у нас примялось в дороге чуть-чуть. Вот они вкусные. Одну эту попробовали. Вот такая. Вот видите, это все с рынка. Это все... Ну, кто-то дома, видать, делал и поставили на продажу. Вот эти очень вкусные. Прям очень. А вот эти вот брали две штучки. Вот они сейчас, дети, эту едят. Это брали в Леньке. Вот. Цена 29 рублей. Видать, они стоили 36, чтобы они не засохли. Они их поставили по 29. Люди гребли их просто. Кто-то вообще, наверное, штук 30, наверное, вот таких вот маленьких взял. Но они невкусные, вот эти вот с ленты. А вот эти, хоть они и дороже намного стоили, чем вот эти, да. Но эти вот действительно, там и ванилином пахнет. И всем таким, ну вот прям сдобное-сдобное-сдобное. Кама говорит, в паске, в куличе самое вкусное, это, говорит, верхушка. Это все дети так думают. Да? И по одну верхушку ела бы. Ну, в общем, вот так вот. Ну, ничего так, ну, не то. А вот эти прям вот, прям как надо. Девчата, что я с руками буду делать, а? Видала? А? Это я яйца красила, и вот так вот краситель. Все так и останется. Так и буду ходить теперь, нет? В общем, чай, чай гоняем, да? Мясо, мясо у нас, еще мясо не готово. Ждем, когда мясо приготовится, и можно уже... Завтра Пасху. Да, завтра праздник. В общем, ребятки сидели, мы тут посидели. Получается, уже не вечерний дожор, а ночной дожор. Да? У меня мясо еще не готово. Я сижу в кухне, вот это они вокруг меня. Я говорю, ну что, может тортика? Они говорят, мам, ты нас так уже накормила, там уже ничего не лизает. Ну ладно, говорит, давай тортика. Ну, в общем, что, понравился вам тирамису? Ну, он уже настоялся сколько? Несколько часов постоял он. Нежный. Я этот, не сдержалась, конечно, тоже попробовала. Так, пару ложечек. Вкусный очень, нежный. Его, конечно, можно модернизировать, как хочешь. А ну, Тимур, подвинь меня. Можно модернизировать, как хочешь. Вот, видите, слои какие. И прям нежный, нежный. Мягкий, мягкий. Можно и фрукты всякие прокладывать будет летом. Ну, вот какао у нас, видите, мокрое стало. Это надо было подождать, да? Да. Нужно было, когда уже полностью пропитается, а потом какао. Ну, мы-то откуда знали? Мы первый раз его делаем. Ну, в следующий раз будем иметь в виду, перед подачей можно, да, какао побрызгать. А вообще можно этот... У меня красивые такие стаканчики есть. Можно будет, да, порционно сделать. Я сначала думала, ну, так нельзя делать. А ты говоришь, ну, это... Я сначала тоже подумала, а потом думала, это печенье ломать, что ли, туда, или что с ним делать. Ну, в общем, можно разные формы делать. А так вот... А у нас, кстати, клубника была. Можно было клубникой проложить, да? И киви можно, да, проложить. Ну, в общем, вариантов. А? Ананасом я тоже мне, женщина, писала. Вообще идет туда, вот как мне Лена написала, сыр маскарпоне. Ну, блин, девчата, сыр маскарпоне стоит, конечно, как крыло самолета. Конечно, он очень вкусный, поэтому я сыр маскарпоне заменила на обычный сыр творожный. Говорят, можно и творог просто, творог перебить либо с сахарной пудрой, либо с сахаром. Творог такой вот, пастообразный. И уже взбить его, добавить, ну, со взбитыми сливками. Ну, короче, можно будет пробовать по-всякому. Печенья этого много. На Валберисе есть прям и по акции, и по скидке продают. Будет ее как в запасе держать, да, вот так. И что-нибудь вкусненькое можно будет с фрукта. Сейчас у нас фрукты пойдут свои. С фруктами можно будет делать такой десерт. Ну, я вас натрамбовала, да, моих бедных голодных студентов, да? Мы, наверное, за неделю столько не едим. А, нет, мы за неделю столько не едим. Говорит, сколько ты нас сегодня вечером накормила. Че, я крошка, потом вы чай пьете. А, сначала мы приехали. Я пожарила утром котлеты, пюре. Приехали, котлеты, пюре им подогрела. Там салат нарезали. Это морковка по-корейски была. Потом же вот это начали окрошку делать. Все это, потом окрошка. Потом вы чай попили с этими куличами, да? Потом... Потом... А, клубнику, я клубнику. Говорю, давайте ешьте. Она же все равно скоропортищаяся. Потом клубники наелись. Потом вот полчаса прошло. Ну, еще часик посидим сейчас. Что-нибудь еще мясо вот как раз будет готово. Не? Не лезет? Так, ребятушки, ну и последние штрихи на сегодня. В общем, полы домываю. И все. Идем отдыхать. Время уже много. Так что вот так вот прошел наш день. Вот так вот интересно. Вот так вот дружненько. Все. Чтоб мы завтра зашли. Завтра к кухне. Я прикасаться близко не буду. Все наготовлено. Все мы поперемыли. Печку помыли. Все. Завтра буду только кормить своих. И все. Завтра Тимур с Эдиком будут работать. И Тимур будет Эдику помогать. Погода, если хорошая, будет. Алина тоже деревья побелит. Ну, в общем, есть чем завтра заняться. Какими делами. В общем, ладно. Всем пока-пока. Всех вас целую. Люблю. До Луны и обратно. Субтитры сделал DimaTorzok